Итак, 38 день пути, 387 серия. Итак, старт будет от торгового центра Южный парк в Хабаровске и в сторону Крыма. Сейчас попробую ответить на некоторые комментарии. Так, комментарии. Так, комментарии. Так, комментарии. Сергея Трошина пишет, все, запутались две одинаковые серии под разными номерами. Ну, что вам могу ответить? Отлично от того, что этот дворник, который подлетает, разбавил меня. Мне дал доспать буквально час. Спящего даже змея не кусает. Ну, это я ворчу по поводу того, что меня разбудили ночью кастарбайтеры. Они подметали территорию, пришлось поменять позицию. Елозили одно и то же место на тракторе. Непонятно. Ход на бокс. Заварил кофе. Не доспал совсем немного. Ну, я думаю, на трассе меня потянет в сон. Поэтому лучше на межгороде где-нибудь. Так, отвечаю на Трошину. Причины следующие. Как мне кажется. Сначала заглючил... Сначала заглючил видеоредактор. Так, ну что, я стартую. Так. Южный парк. Город Хабаровск. Направление Благовещенск. Значит, заглючил видеоредактор. Приходил... Камера боковая вчера не очень удачно. Снимало зеркало. Там отблеск. Блики на стекле. Не знаю. Поменял немножко расположение регистратора. Может быть, от этого избавлюсь. В целом мышь прошла спокойно. Купил внешний жесткий диск на 4 терабайта. Удивительно дешево. Это за 6 тысяч всего. Приобрел кое-что из вещей в Южном парке. Ну а покупать... В принципе, тут то и нечего. В области все есть. Ладно. Разговоры по дороге. Поехали. Вот так вот. Заглючил видео с боком. Редактор. Непонятно почему. Обрабатывал 50-70 процентов уже обработанного видео. Вдруг сбрасывалось и все исчезало. Приходилось заново по два, по три раза переделывать. Сейчас, например, заглючил видеоплеер. При помощи которого я пытался как-то разнообразить что-ли. Я так придумал. Раннее утро. Хабаровск. 6 часов. Потом начались проблемы с интернетом. Начинаешь загружать в Ютуб. Доходило до 98 процентов. Уже загружено. На это уходило около двух часов. И вдруг приходит сообщение. Стало ли приходить сообщение о том, что ошибка в обработке. Тоже приходилось. Вдруг по город Хабаровск. Если вы имеете полорольные японки. Я с точки зрения водителя. В общем, начались проблемы с видеоплеером. Звонил в техподдержку. Связался с техподдержкой. Связался где-то через час. Он зайдет. Спящий Хабаровск еще. Так. Сегодня какой-то или субботный воскресенье. Так. Ладно. Продолжу комментировать за рекой Амур. Но сегодня тридцать восьмый день потери. Я иду потише, чтобы помедленнее, чтобы что-то заснять. Через тридцать метров выверните налево. Ворочане все еще спят. Сегодня или суббота, или воскресенье. Поэтому... Интенсивность движения... ...высокая. Поверните налево. Поверните налево. Люди так удивились. Говорят, да, но его уже тут... ...нет, реквидировали. Поверните налево. Посоветовали проехать в Южный парк. Торговый центр. Торгово-распихательный центр. Торговый центр. Ну, там и банкомат. Мне это вполне устроило. Потому что... ...торгово-распихательный центр. Нужно было... ...почкуить... ...правосное... ...невможирное... ...почти... Так что это все было очень даже здорово. Ну это по-моему одна из центральных улиц. Хабаровска. Хабаровск просыпается. У меня еще спит. Интересное название магазина. Сам бери. Бери как целая основа. А здесь сам бери. Ну а привал ночёка по-баровски. Считаю было решение самое правильное. Потому что до заката до сумерки еще можно было ехать часа два. Чтобы и селёнку делать. Не путь пройти. Но на трассе устанавливаться на ночёк. Вот как у этого хумыря. Который. Не позволил нормально отдохнуть. Когда я ехал по Владивосток. Это впечатление о городе подпортило. Ну потому что такие вот личности они, к сожалению, влияют на общие отношения, на общие мнения, впечатления о городе. Что там было? Ну, кому интересно будет, задавайте вопросы. Я отвечу. Температура сейчас 15 градусов. Ограничение 60. 15 градусов. Тепла. Днём вчера было 25. Вообще. Так и знал. Посмотрим, сейчас влезет. Проверка связи про то, как меня слышишь. Проверка связи про то, как меня слышишь. Проверка связи про то, как меня слышишь. Или фура, или автобус. Или фура, или автобус. Проверка связи про то, как меня слышали. Это ебил. Я зря к нему не обратился. Подождите камеру. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Хорошо. Такая же камера есть и в Новосибирске. Да, да. Ограничение 60. Днем при очень интенсивном движении. Конечно, трудно вести съемку со всех сторон машины. Днем при очень интенсивном движении. Можно двигаться более-менее медленно. Чтобы не подрезали, не сигналили, не довели. Продал. Ограничение 60. Понравильно. Когда был к аварусу, не видел. Вот это где. Вообще, когда не пропускалось. Больше. Не знаю. Ну вот, все. Ясно лучше. Лучшее освещение. Солнце. Как тем, как меняется. Вчера на площадке. После того, после кратиного центра, на площадке, я не заснял. Но там парень, молодой носишка, гонял на скутере, на саднем колесе. Солнце. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Меченькие нежные 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тоже окраина города, по-моему. 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 Тоже окраина города. Тоже окраина города. Тоже окраина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Верните разлево Верните разлево Верните разлево Радар ограничение 60 Радар ограничение 60 Новостройка Тройка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...